Сегодня мы будем говорить о театре. Этот курс приурочен к десятилетию Центра британской книги. Мы умножили 10 на 100 и решили поговорить об истории английской и британской литературы на протяжении тысячелетия. Это, в общем-то, в чем-то даже условно. И сегодня в центре нашего внимания театр, театральная культура, драматургия, то, как это все складывалось на протяжении веков. Понятно, что античность не наш фокус сегодня, но мы начнем. Пару слов я скажу. Как вы все прекрасно знаете, театр зародился в Древней Греции. И театр в то время представлял собой совершенно иное и визуально, и по наполнению. И, в принципе, попав в Древнегреческий театр, мы бы, конечно, чувствовали себя не так. И наш поход в Древнегреческий театр вообще отличался бы по всем составляющим от того, как входим мы в театр сейчас. Понятно, что до наших дней многие амфитеатры просто не дожили. И если мы бы захотели с вами где-то побывать, мы бы оказались в таком полуразрушенном помещении, полуразрушенной конструкции. Поэтому о театре Древнегреческом мы сегодня практически не будем говорить. Но тот человек, о котором нам стоит упомянуть, это Аристотель, конечно. Почему? Потому что Древняя Греция дала нам не только театр как форму и драму как форму. Но Древнегреческая дала нам первое теоретическое осмысление театра в поэтике Аристотеля. К сожалению, до нас дошла только первая часть поэтики, посвященная трагедии. А вторая часть, которая была посвящена комедии, до нас не дошла. Но если вы вспомните литературную историю, вот эти поиски второй части поэтики, они, например, у Умберта Эка в его романе «Имя розы» приводят просто к построению сюжета. Если вы читали или смотрели фильм, то там весь сюжет строится на поисках этой второй неуцелевшей части, которая посвящена комедии. Нас в разговоре об античном театре будут интересовать вот эти шесть понятий, которые теоретизируя театр, выделяет Аристотель. Это, собственно, такие элементы трагедии. Это прежде всего мифос, это сюжет. Этос – это герой, персонаж. Дианоя – это мысль или идея, то есть то, что скрепляет художественное произведение. Лексис – это речь героя, все составные, словесные части, вербальные. Мелос – это музыка, мелодия. Ну и, наконец, обсис – это зрелищность от слова «оптический». Почему нам это будет нужно? Потому что в какой-то момент, ближе к XX веку… Ну и, в принципе, говоря о драме, нам придется… Я анализирую драму, вот эти составные части будут важны. А в какой-то момент они нам, ближе к XX веку, вы поймете. У меня, по-моему, даже этот слайд повторится, когда нам это придется вспомнить. На этом мы с Аристотелем и с античностью прощаемся, потому что после падения Великого Рима в 476 году собственно, об античном театре мы забываем. Театры, ну как форма, эти амфитеатры, они лежали в развалинах, а о рукописи, из-за того, что библиотеки пострадали, античные трагедии и комедии, они погибли. Ну, если они не погибли в прямом смысле, они погибли в переносном смысле, потому что античный театр был связан с языческой культурой, и для христианской культуры все эти сюжеты не представляли никакой ценности. И здесь нужно еще сказать об опыте похода в античный театр. Ведь если бы мы с вами пошли в театр, вот тогда, и оказались в этом священнодействии, мы бы с вами знали сюжеты. Поэтому сюжет – это миф. И я буквально на днях вечером, готовясь к сегодняшнему разговору, подумала о том, что у кого-то из студентов, если здесь есть филологи, могла бы получиться отличная статья о походе, об опыте античного театра и концепте спойлеров в современном мире. Потому что древние греки ходили в театр, зная, собственно, сюжет. Ничего нового они бы там не увидели. Их гораздо больше интересовало, как это сделано. И лучшую пьесу выбирали именно потому, насколько завораживала она зрителя. В современном мире, когда были недавно кейсы, по-моему, с «Игрой престолов» было связано, когда девушка своего партнера очень сильно наказала, причинила ему телесные повреждения, когда он ей рассказал о том, что будет в следующей серии. То есть нам не представить, как люди ходили в театр и знали, чем это закончится. Это очень вульгарно и грубо, но такая аналогия. Но чтобы понять античный театр, это нужно знать. И, в общем-то, я буду сегодня много рассказывать об этой театральной культуре, но все равно мы можем только частично понять и пережить вот этот опыт похода в театр в разные эпохи. Возвращаясь к Средневековью, театры античные позабыты, сюжеты позабыты, амфитеатры не существуют. И Средневековый театр, он, конечно, представлял собой совершенно другое зрелище. Но прежде чем мы перейдем непосредственно к театральной сцене того времени, давайте подумаем, введем такую небольшую интерактивную составляющую. Мы с вами в Средневековье, и мы, понятно, как и люди античности, хотим зрелищ, мы хотим каких-то определенных развлечений. Что нам доступно? Здесь у меня в прошедшем времени, что нам было доступно? Давайте представим, вот мы с вами после условного рабочего дня хотим что-то посмотреть. Что и чем мы себя можем развлечь? Представления на площади. Представления на... Кто... Какие это представления? Скоморохи. Скоморохи. Скоморохи мимы, да? Угу. А ты на работе. Угу. Еще. Музыканты. Трубадуро-министрели. Трубадуро-министрели. Акробаты. Ну, вы все люди... Богослужения. В принципе, да, мы... Когда мы думаем о зрелищах, мы прежде всего думаем о каких-то представлениях. А что еще могло быть представлением? Ну, практически все, что у меня... Я тут экспериментировала с анимацией. Немножко запуталась, поэтому в какой-то момент у меня... Но, да, вот видите, в цирках в сохранившихся выступали мимы, акробаты, дрессировщики зверей. Вот вы не назвали, да, но, например, там, не только дрессировщики, но и какие-то травли, да, животных. Это тоже, там, петушиные бои и прочие. Медведи, да. Они, кстати, сыграют важную роль для театра возрождения английского. Карнавалы. О карнавальной культуре мы не поговорили, а она, вспоминая Бахтина, карнавальная культура в Средневековье была очень важна. Это было время высвобождения, да, вот этой творческой энергии, когда, да, короли становились бродягами, бродяги становились королями. Ну, вот все это было для какой бытовой культуры и для социальной жизни Средневековья крайне важным. Богослужения, кто-то из вас сказал, они действительно были очень яркими, да, католическое, да, богослужение наполнено, ну, вот и золотом, и каким-то пурпуром, и различными, да, там, самоцветами, и, конечно, это было своего рода зрелище. Публичные казни. На двух последних мы остановимся, если у меня получится вот это вот каким-то образом убрать. Вот получилось, зрелище тоже своеобразное. Я вам очень настоятельно советую книгу Питера Акройда «Лондон биография». Она, насколько я знаю, переведена на русский, но на английском ее тоже интересно читать. Так вот он, говоря о театральной как раз культуре, и начиная разговор о театре Возрождения, он пишет о том, что публичные казни, казни на площадях были своеобразным театром для людей того времени, для Средневековья. Ну, если вы можете совмещать чтение и... То я оставлю эту цитату, если достаточно, да, хорошо видно. Вот. И об этом же, в общем, пишет и Фуко, если вам... Мишель Фуко, французский философ XX века, у него есть работа по истории тюрьмы. Так вот он очень много страниц посвящает вот этой зрелищной составляющей казни, которая, в общем-то, вполне укладывается в поэтику, да, трагедии Аристотеля, потому что там есть герой, герои, там есть сюжет, там есть зрелищность, там есть своеобразный ритм и мелодия, там есть слова, потому что, да, зачитывают приговор, у человека есть последнее слово. Ну и, конечно, это было зрелище, люди могли вступать вот в это взаимодействие, да, с процессуальным и судебным вот этим кругом. И, собственно, как пишет Акроид, да, вот в этой тюрьмой и богослужением театр не заканчивался, людям нужны были другие развлечения. И, конечно, кто-то вот из вас назвал, я слышала слово «мистерия», был театр как таковой, да, все-таки, когда мы говорим о средневековом театре, мы говорим об определенных жанровых формах. И это три формы, я сейчас вернусь к самому, к самой сцене, но эти формы – это миракли и мистерии, да, собственно, которые представляли собой жизнеописание святых различных, либо жизнеописание Богородицы, Девы Марии. Эти спектакли, если их можно так назвать, они несли прежде всего такую обучающую функцию, потому что люди в Средневековье не читали, и вот этот, да, этот спектакль, он представлял собой, ну вот, аналог чтения, да. Второй, вторым жанром будут интерлюди, хотя о них логичнее было бы говорить после моралите, но интерлюди исторически, они появились для того, чтобы немножко разбавить миракли и мистерии, потому что миракли и мистерии, они иногда длились несколько часов. Одна из самых длинных, она, по-моему, там в несколько дней, да, в несколько дней продолжалась, и, конечно, это было достаточно тяжело, да, и людям сконцентрироваться, и актерам играть, поэтому интерлюди, они разбивали вот эти моралите на, ну, на определенные паузы. И третьим жанром были, да, были такие пьесы-наставления, моралите, представление дидактика аллегорического характера, где уже не было никакого жизнеописания святых, да, и Дева Мария, а были такие поучающие истории о том, как хорошо, как плохо, да, как стоит, как не стоит. И, ну, со словом дидактика мы более-менее разобраться можем, а аллегория это был, в принципе, такой язык, да, средневекового театра, когда материальными какими-то визуальными средствами можно было и передавали какие-то абстрактные понятия, да. Если говорить о пространстве сцены и вот о своеобразном таком, да, театре, потому что это все-таки, ну, не совсем театр в нашем, да, классическом понимании, то вот этот средневековый театр предлагал, представлял своеобразную повозку, которая ездила, да, от одной площади к другой, из города в город, и вот на этой повозке, тележке, да, которая определенным образом украшалась, вот происходили вот эти вот действия, ну, как мы понимаем, так религиозного характера. Это гравюра 19 века, потому что оригинальные мне не удалось найти, я думаю, что они, в принципе, большая редкость, но вот на этой гравюре представлена одна из мираклей в городе Ковентри, которую на площади представляют зрителям. Здесь нужно еще отметить, что, несмотря на то, что все три жанра, они так или иначе соотносились с религиозным текстом, с библейским, с текстом священного писания, который не предполагал, в общем-то, ничего комедийного, это было все достаточно серьезно, правда? Но, как часто бывает, внутри, ну, такого, внутри серьезного, да, внутри вот этой насупленной брови, тяжелого лба, всегда есть место комедийному. И, как отмечают историки театра, внутри вот этих вот религиозных сюжетов рождались и комические элементы. Ну, хрестоматийный, о котором вы наверняка все, ну, наверняка кто-то из вас знает, этот пример часто приводят. В сюжете Ноева Ковчега Ною приходится очень долго уговаривать жену отправиться и подняться на ковчег. И люди, публика, они вот в этом увещевании видели элемент комического. И, видимо, чувствуя, что людям смешно и люди, да, веселятся, актеры, они усиливали, продлевали вот этот вот их разговор Ноя с женой. Ну, а потом она еще по ступеньке, поднимаясь, могла споткнуться. То есть это вот, ну, потом какой-то момент, да, к Чарли Чаплину, может быть, приведет. Можно тоже попробовать на эту тему поразмышлять. Но внутри вот этого серьезного религиозного текста, священно действия, можно сказать, внутри вот этого средневекового театра родилась комедия. И в этом смысле, конечно, тоже интересно, что комедия, да, теоретическое вот это аристотелевское осмысление комедии, оно пропало, да, и средневековый театр комедии не знает. Но внутри, да, того, что сохранилось, все равно высвобождается вот этот смех. Собственно, одна из самых известных постановок Моралите, о которой принято говорить, когда говорят о средневековом английском театре, это Моралите, которое переведено было на английский язык с голландского, и называется эта книга Everyman. И вот она одна из немногих, которая дошла до нас прямо вот в печатном виде, в печатной форме. Она была задокументирована и записана. И гораздо позже, уже в 20 веке, в эстетике модернизма, вот это слово Everyman, которое переводится как «каждый человек», оно станет, ну, таким, по сути, термином поэтики модернизма. И если вы читали Улиса, да, то вот Леопольд Белум, он и есть вот этот Everyman, это мы, вот этот скиталец, да, герой нашего времени, условно говоря. И это тоже вот еще одна нить, которая связывает вот старину и новое время. Сюжет достаточно прост этого, да, этого назидательного рассказа. Everyman, человек, стоит на пороге смерти. Бог посылает смерть прибрать, да, и привести к себе человека. И человек, вот этот Everyman, да, он должен кого-то на суд с собой взять, чтобы доказать, что он был человек неплохой. Ну, понятно, чтобы попасть, да, не в ад, а в рай. И помимо смерти и человека, вот этого Everyman, героями этого моралите становятся, ну, вот все те вещи, предметы, абстрактные понятия, которые человека сопровождают по жизни. Как вы думаете, кто были эти герои? Кому обращался Everyman, да, что, ну, с просьбой отправиться с ним на суд Божий? Кто или что может сказать о нас, да, перед лицом вечного суда, хорошего? Наши друзья, например, могут. Ну, Everyman, да, он, вот чтобы доказать, что он был праведником, кого можно привести на суд? Ну, вот друзей у меня приходит в голову, кого бы вы привели с собой? Ум можно привести, ну, у кого есть. Вот Everyman, совесть, красоту. Я вас не буду мучить. Everyman отправляется, да, ну, вот на поиски этих свидетелей своего благочестия и просит дружбу, доброту, кузена, как родственника, да, как члена семьи, богатство, знание, красоту, силу, да, физическую свою мощь. Но никто с ним идти туда не соглашается. У всех есть свои дела. И остаётся единственный герой, единственное аллегорическое, да, такое воплощение, которое докажет на суде, что Everyman был и достоин. Как вы думаете, что это? Нет, эти все отказались. Нет, не ремесло, но близко. Это добрые дела, добрые дела соглашаются отправиться с человеком туда, потому что только добрые дела наши поступки, это то, что мы делали. Потому что даже ремесло, да, это не совсем. Мы можем в ремесле быть хороши, а вот как люди можем не сгодиться. Ну вот такая вот интересная, да, назидательная пьеса, которая сохранилась, она есть в открытом доступе, если вы захотите почитать. Она очень небольшая и действительно наставляет нашу душу. После этого, после разговора о средневековом театре, нам самое время перенестись в эпоху Возрождения, потому что мы сегодня должны с вами до 21 века дойти, а времени у нас, как всегда, не очень много, английское возрождение укладывается вот в эти даты, 1485-1625 год, и английское возрождение связывают с эпохой Тюдоров. Тюдоров. Ну вот три основных, да, монарха, о которых говорят, о которых можно выделить, это, собственно, Генрих III. Ой, это всё. Генрих VII, конечно. Я смотрю на 7 и вижу 3. Генрих VII, Генрих VIII, ну и Елизавета, которая нам сегодня будет интересна и важна, потому что этот Театр Возрождения ещё называют Елизаветинский театр её именем. Она была большая поклонница театрального искусства, и чуть позже мы с вами увидим работу, художественную работу XIX века Елизавета в театре. Но это скорее вымысел художественный, да, живописца XIX века, потому что достоверно неизвестно, не задокументировано, что Елизавета, да, ходила в театр. То есть у неё мог быть её придворный театр, но вот в тот театр, в который пошли бы мы, и мы сейчас с вами поговорим, как, да, и что бы мы увидели, и как бы мы отправились в театр все вместе, Елизавета вряд ли была даже в «Глобусе» или в каком-то другом театре, потому что поход в театр в то время представлял собой такое интересное событие. Мы чуть-чуть об этом говорили на «Библионочи», но вот поскольку это уже новое событие, давайте сейчас представим, что мы с вами отправляемся в театр в конце XVI века. Ну, прежде всего, один, одним из первых театров был театр с одноименным названием, да, «The Theater», театр, который открылся в 1576 году. Это тоже картина XIX века, она хранится в музее Виктории Альберта в Лондоне, и мы видим, что это уже не тот площадной театр, который мы видели, да, вот в гравюре, когда говорили о средневековых жанрах, это уже что-то более похоже на то, что мы видим, да, и куда мы ходим сейчас. И да, вот здесь, ну, так схематично, может быть, не очень хорошо видно, но ощутимо, что это были разные пространства, правда? Здесь телега посреди площади, она окружена людьми, зрителями, а здесь уже что-то более похожее на театральную архитектуру. И тот же самый мой любимый Акроид, он говорит о том, что прототипами вот этой театральной архитектуры, прототипами служат два здания, скажем так, две структуры. И историки архитектора, ну, историки театра, они до сих пор спорят, то есть, ну, единого мнения нету, ну, почему бы не признать, что, возможно, да, их было два, а потом каким-то образом, да, вот витиевато так они переплились, и получился театр, да, театр, глобус и все прочее. А на первой картинке небольшая гостиница, то, что в английском называется словом inn, да, с небольшим двориком, с такой галереей, да, где располагались номера первый и второй этаж, вот, возможно, первые представления, они как раз и были вот в таких маленьких гостиницах. Потому что, если мы посмотрим, ну, в общем, что-то напоминает, да, вот этот внутренний двор, вот, постоялого двора. Ну, а второй, второй прототип, второй возможный источник, да, и второе вдохновение – это как раз вот эти вот арены для травли животных. Ну, вот, медведи, да, кто-то медведей упоминал, здесь как раз вот изображена травля собаками-медведя. Нужно сказать, что, несмотря на эпоху Возрождения, несмотря на то, что мы говорим о театре, говорим о высоком, вот эти все травли, и они были очень популярны. И Елизавета одновременно могла, да, быть меценатом театра, а с другой стороны, вот так же легко и доступно могла устроить для себя вот такое вот увеселение. Там были не только медведи, были и собаки, и петухи, и дикие какие-то животные. То есть вот одним из таких возможных источников театральной архитектуры могла быть арена для травли животных. И, ну, прежде чем мы отправимся в театр, в английский, в наше воображаемое такое путешествие, стоит сказать о том, что вот эта известная по пьесам Шекспира, по двум пьесам Шекспира фраза «Весь мир – театр», да, а люди в нем актеры, ну, то, что вот в русском переводе мы читаем. Это действительно было, это было не просто красивое изречение, не просто изящная метафора о нашей жизни. На самом деле все пространство театра, оно воплощало мир. И я сейчас об этом скажу, еще раз подтвержу свою мысль, в общем-то это не моя мысль. Само слово, этот римский слоган «Весь мир лицедействует» он был выбит на фасаде театра «Глобус» Шекспировского, в котором он 14 лет был совладельцем. И это был девиз и театра «Глобус», и театральной архитектуры в принципе. Потому что если мы с вами посмотрим на сцену, и более того, обратимся к названиям элементов сцены, то они, собственно, опишут нам миропонимание. Вот вы видите, что перед нами сцена, и сцена как бы состоит из нескольких этажей. Вот Елизаветинский театр, представим, что это архитектура театра «Глобус», это и есть театр «Глобус», она состояла из большой сцены, ну вот она очевидна, да, вот белый пол, скажем так. На ней происходили сцены, какие-то публичные сцены, такой широкой нашей жизни, батальные сцены, массовые сцены. Чуть дальше, в глубине, была маленькая сцена, в которой происходили какие-то события такой интимной жизни, частной жизни. Ну, может быть, сцены, где участвовали два актера, ну максимум три. То есть это во многом повторяет нашу жизнь, публичную и частную нашу. Вот здесь не видны, ну их здесь нет, они не отображены, но, как правило, на сцене были расположены небольшие двери в то, что называлось преисподнюю. Вот эта часть под сцены, она в английском языке называется hell, в русской терминологии принято называть её либо адом, либо преисподней. Оттуда могли на сцену выходить призраки, например, ну или всё потустороннее, что в нашей жизни. Или пространство вот чуть выше, они назывались, как вы думаете, как? Если это преисподне, то это? Небеса, heaven, да, небеса, здесь могли располагаться, находиться музыканты, ну кто-то мог оттуда спускаться. То есть получалось, что человек на сцене, так же, как человек в мире, он находился между преисподней и небесами. И вот здесь вот происходила вся земная жизнь человека, ну и театральная жизнь тоже. Поэтому, когда Антонио из «Венецианского купца» говорит о том, что весь мир театр, все играют роли, моя роль грустна, то он, в общем-то, ну вот говорит во многом о пространстве сцены. Обратите внимание, что в театре того времени не было чего, чего мы не видим? Не было кулис. И как отмечают литературведы и историки театра и шекспироведы, они говорят о том, что если внимательно почитать пьесы Шекспира, то вот это отсутствие, ну материальное отсутствие, отсутствие присутствия, скажем так, кулис, оно во многом диктует само построение шекспировских пьес. И если вспомнить, вот в 20 веке Осип Мандельштам в одном из эссе о Шекспире, он писал, что слово и есть режиссура. Вот шекспировское слово, оно и есть режиссура. И если внимательно читать, то можно прямо понять и представить, как он это писал и для кого он это писал. Я писал ему пьесы для постановки. В то время пьесы не писались для публикации. Об этом чуть позже я скажу. Ну вот здесь как раз фрагмент той картины, о которой я вам говорила, о которой я вам говорила, Елизавета в театре. Ну, скорее всего, это такой прекрасный художественный вымысел, потому что вряд ли она могла себе позволить прийти в театр. Почему? Все театры располагались на южной стороне Темзы. Они были туда вынесены указом специальным, который запрещал строительство театра внутри города. Почему? Пуритане еще будут. Ну, это, ну, скажем так, обеспечение жизни, здоровья, ну и какие-то морально-этические аспекты тоже соблюдались. Вот опять буду сегодня цитировать Акройда. Вот этот запрет на строительство театра, он случился очень быстро. Мы помним, что первый театр, вот этот The Theater, это конец 70-х. Уже в 80-м году Тайный Совет запрещает строительство театра внутри города. Актеров изгнать, снести балаганы. Почему? Поскольку присутствие актеров поощряет безнравственность. Дело в том, что все спектакли ставились днем. Искусственного освещения нету, поэтому мы бы с вами отправились в театр, ну, где-то в час, в 12, да, пока еще светло. Кто-то из нас вынужден был бы пропустить работу. Кто-то меня спросил, когда же они работали. Ну вот кто-то, да, уходил с работы. Театр это было место, где могли встречаться несколько классов людей. То есть это были и совсем простолюдины, и торговцы, и, ну, знать, аристократия, да. Поэтому это было место, ну, скажем так, концентрации, вот, это тоже такой был, как мир, да, вот, разрез общества в театре. В театр ходили проститутки, да, женщины, которые могли себя показать. И это было место, где, ну, где были мужчины, скажем так, разных социальных положений. Уборных не было. Спектакли иногда шли по несколько часов, поэтому, ну, опорожняли свои организмы люди вот здесь и сейчас. Поэтому театры обвиняли в том, что они плодят чуму, болезни, да, и вот, ну, и прочие ужасы. Ну, и, как пишет Акройт, иными словами, театр может спровоцировать беспорядки, которые, кажется, постоянно тлели под поверхностью городской жизни. Ну, и также, да, власти боялись огня и эпидемий. Ну, театры, да, переехали на юг, на южный берег. И, ну, и, собственно, отлично вот до 40-х годов существовали именно там. Кто писал для этих новых театров? Я сейчас уже сбегаю вперед, вы, наверное, увидели, но на чем, да, моралитея уже здесь невозможно было. Нужно было писать новые пьесы. И вот таким вот источником для нового театра становятся два римских автора. Это Плафт и Сенека. Плафт как комедиограф, Сенека как трагик. И первые пьесы Шекспира, вот, пьесы его ученического периода, это как раз опыт, да, Плафта и Сенеки. Ну, легко вам это докажу. Первая комедия Шекспира, два Веронса, это, по сути, переложение, да, на английский язык, пьесы-близнецы Плафта. А первый опыт, первый опыт Шекспира в трагедиях, это как раз опыт Сенеки, вот этой трагедии ужаса, трагедии кровавого. Если вы вспомните пьесу его, трагедию кровавую, как раз так и называется, Титандроник, да, то это действительно реки крови, кучей отрубленных рук, ног, языков, но она страшная, да, кровавая трагедия, где вы переживаете вот это вот очищение через страдания не от, скажем так, не от экзистенциального, да, сопереживания героя, а просто из-за обилия крови и насилия, да. Но это был ранний период, это был ученический период, Шекспир быстро это опробует и от этого отходит, и начинается его эволюция туда, к небесам, да. А вот первые трагедии, они основаны на вот этих источниках античных. Но мы должны с вами здесь вспомнить известную цитату, то есть известный парадокс и фразу о том, что Шекспир существовал до Шекспира. Потому что до него вот эту почву и театральную сцену и, в принципе, театр, да, вот этот новый театр сформировали поэты и драматурги, которые писали до него, на которых он сам смотрел, да, будучи в Лондоне и до начала своей такой творческой биографии. Этих поэтов принято называть, но у них есть какое-то не самое название, конечно, это название им было дано после, университетские умы, университет Витц. Ну, Витц это даже не ум, а это вот остроумие, да. Я разбила их здесь на две группы по двум университетам, это Оксфорд и Кембридж. И университетскими умами их называли потому, что это были люди образованные, они были студентами, закончили университет, они владели языками, ну, в нашем случае латынью, да, ну и, возможно, другими, французским, итальянским. В общем, они были знакомы с источниками, и они начали творить вот этот новый театр, новые сюжеты, да, ну, либо с какой-то с оглядкой на античность, либо они придумывали что-то, основываясь и обращаясь к национальному материалу. Имена есть, и о них можно было бы вообще отдельную лекцию проговорить и посвятить им, но поскольку у нас ограничено время, мы должны выбрать одного, и им будет, конечно, Кристофер Марло, молодой человек, один из ярчайших драматургов, поэтов того времени, это единственный портрет его сохранившийся, единственное его изображение, и интересная история с ним связана, как вообще можно было понять, что это его портрет, если он единственный спустя столько лет. И вот в истории, в литературе принято мотивировать вот это вот соотношение изображения и человека надписью, которую вы можете, которую вы не видите, но которая есть в левом углу, 1585-й от Рождества Христова, 21 год, что меня питает, меня же разрушает. И историкам удалось по записям университетским понять, что в 1585 году единственным студентом 21 года был Кристофер Марло. И вот поэтому мы знаем его вот таким вот разворщиким молодым человеком. Ну а эта подпись, она на картине, что меня питает, меня же разрушает, она в общем в какой-то степени становится девизом этого человека, потому что он был страшным, ну мы бы сказали, таким и богохульником, и развратником, и вообще богоборцем. Он бросал вызов всем общественным нормам, он был, ну в общем у него не было никаких авторитетов, и он всячески свою жизнь разрушал, ну чем можно только представить. Если вы знакомы с его биографией и вообще с легендами, да, связанными с Марлом, то его ранняя смерть, она послужила возникновением множества легенд. Он, по одной из версий, был завербован тайным советом, тайной полиции и служил королеве Елизавете. И в 93-м году он трагически погибает в жестоком, в случайной жестокой пьяной ссоре и исчезает. Ну и понятно, что такая неожиданная, шокирующая, жестокая, насильственная смерть, она послужила, ну вот, она привела к тому, что Марла не похоронили, а вот вокруг него возникло множество легенд, и по одной из них, собственно, именно Кристофер Марла писал за Шекспира. Вот. Но Кристофер Марла писал и сам, да, до своей смерти. Мы будем верить в официальные, да, в официальные хронологии и вот такие исторические перспективы. Здесь я вынесла четыре его пьесы, о которых стоит знать. Они до сих пор ставятся, то есть он настолько, его язык настолько был современным, что его драматургия, она до сих пор на сценах английского театра. И вот, кстати, пьеса Эдуард II, она послужила либретто для современной оперы XX века. Она приедет к нам на белые ночи в Мариинский театр, называется «Уроки любви и насилия». Да, наверняка слышали, это современный композитор, я забыла, как его зовут. Вот. Но обратите внимание, об этой пьесе мы будем говорить в следующий раз, когда у нас будет, когда мы будем говорить об историческом романе и вообще об историческом в английской литературе. О Марла мы говорили с вами на первой встрече, когда мы говорили про поэзию, потому что Марла был первым, одним из первых, кто ввел в драму белый стих и вообще разговорную речь. Но сегодня я буду говорить и упомяну более подробно его пьесу 1589 года под вопросом 92-й, трагическая история доктора Фауста. Этот сюжет вам, конечно, знаком. Это немецкий текст, который был переведен на английский незадолго до... Ну, такая народная книга, да. Понятно, что немецкий источник был не драматургический. А вот Марла его выводит на сцену и предлагает зрителю персонаж полной психологии, который не просто бросает вызов горделиво богам, а который наделен определенным характером. То есть это не тот ивремен, каждый человек, а этот человек-личность со своей предысторией, со своим каким-то лейтмотивом, со своей линией, да, со своей мотивировкой. И сюжет вы знаете, ну, прекрасную концовку вы знаете, но Марла вот предлагает на сцене вроде бы такую же, да, историю дидактическую назидательную, о том, как не нужно. Но поскольку он тот, кто, да, разрушает себя, он в образе Фауста рисует, ну, вот личность с размерную, да, поэту, можно сказать, конца 16 века, потому что его не удовлетворяет вот все, что может дать ему мир. То есть это во многом такой человек эпохи возрождения, да, человек большой, человек с большой буквы. В конце он раскаивается, но уже слишком поздно, да, и вот он поглощен преисподней. Очень быстро. А Марла хотелось бы больше, но Марла один из тех, да, драматургов, который подготовил поле, и подготовил площадку, подготовил сцену, говоря современным языком, разогрел, да, сцену для Шекспира. И, конечно, когда мы говорим о Елизаветинском театре, когда мы вообще говорим об истории театра, об истории английского, театра мирового, без Шекспира нам никуда. И я не очень хочу сейчас какие-то пафосные слова, да, использовать. Я расскажу просто о корпусе его текстов, о том, ну, о каких-то таких формальных, да, составляющих, а все эпитеты, эмоции, я думаю, что вы и сами про себя добавите. Я вам уже говорила о том, что пьесы Шекспира, ну, и вообще пьесы того времени не писались для записи, для публикации, они писались для постановки. Более того, Шекспир никогда, ну, он всегда, вернее, противился публикациям. И поэтому при жизни их было крайне мало. А те, которые были, они, как правило, были, говоря современным языком, пиратскими. Потому что когда издательство, ну, хотя, говоря об издательстве, ни в коем случае не думайте, что это какое-то современное издательство. Это были, ну, как правило, вот единичные, да, какие-то торговцы, когда они хотели, да, под успех пьесы заполучить, да, печатный текст, они, как правило, нанимали актера, ну, не нанимали, а не им уплатили. Потому что в то время никто из актеров не получал пьесу целиком. Да, если бы мы с вами были людьми лорда Камергера, да, вот лорд Камергера, это труппа Шекспира, да, каждый из вас получил бы, собственно, свой листочек со своими репликами. И только на сцене мы бы с вами соединились. Поэтому пираты подкупали кого-то одного, кто запоминал пьесу, ну, или помнил ее, и, собственно, записывали текст. Понятно, что подкупали они, как правило, мелких персонажей, незначительных персонажей, которые, ну, что-то достраивали сами, да, дочитывали сами, вкладывали в свою 100 больше каких-то красноречивых фраз. Вот. И именно поэтому их было легко поймать. Вот известны два случая, когда вот таких вот продажных актеров раскрыли. Очень просто раскрыли, прочитали текст пьесы, и оказалось, что один герой, вот одни реплики, они прямо один в один, как будто бы с листочка. То есть у кого-то там что-то плывет, у Гамлета условно, да, а вот здесь прямо все как у Шекспира. Ну, что с ними случилось? История умалчивает, но я предполагаю, что, да, точно их с труп вышибли, и если чего другого им не вышибли, да, то есть с такими пиратами расправлялись достаточно жестоко. И это все привело к тому, что первая публикация, первая, так называемая, первая фолио или большое фолио, оно вышло спустя семь лет после смерти Шекспира. Шекспир умер в 1616 году. Пьес этих было 36, пьеса Перикл не вошла в этот канонический свод, по простой причине авторских прав. Она печаталась раньше, и вот Кондал не смог текст выкупить, поэтому это 36 плюс 1. В настоящее время к этим 30 каноническим к ним добавляются с оговорками еще, да, то есть есть 38 и 39, но мы с вами сегодня будем говорить о 37 пьесах. Это 13 комедий, 10 исторических хроник, 10 трагедий и 4 романтические драмы, трагикомедии, это 4 последние пьесы, которые Шекспир писал в такой завершающий период своей жизни. То есть вот этот весь корпус мы разбиваем на 4 жанра, но внутри жанров они, естественно, неоднородные, потому что, как мы уже с вами знаем, были ранние ученические комедии, были комедии, ну вот, такие центральные, были поздние комедии, которые комедиями не очень-то назовешь, да, ну вот, например, да, комедия ошибок, украшение строптивой, два веронца и, например, мера за меру, да, поздняя комедия, далеко не комическая, да, ну, или та же «Двенадцатая ночь», такая, в общем-то, философская пьеса, наполненная глубокой печалью, да, о влюблённых и, в принципе, сомнения о природе любви, да, хотя в центре комедии вот этого жанра находится человек как природное начало, да, вот все комедии Шекспира, они двигаются одной простой мыслью и одним простым вот этим импульсом природа велит нам любить, да, и вот в центре шекспировских комедий, извините, два героя, которые вот стремятся любить, ну вот, вспоминайте все сюжеты, да, это всегда будет история человека и любви, человека в любви, но по мере, да, вот приближения к цифре 13 природа из этого мира уходит, да, она начинает уходить уже в венецианском купце, если помните, Антонио, человек, да, вот такой природный, да, у него корабли, у него стихия и шейлок, и в итоге вот это природное начало, оно оказывается под угрозой. Ну, Винзорские насмешницы единственная комедия Шекспира, действие которой, единственная комедия, действие, которое происходит в Англии, это такая бытовая комедия, да, ну, в мире за меру, где действие происходит в Вене, природы в принципе нет, там есть узния, узница, есть тюрьма, да, тюремная клетка, келья, а вот природы, такой как, например, в комедии «Сон в летнюю ночь», или в «Бесплодные усилия любви», или в «Укращение строптивы», этой природы уже нет, то есть социально начинает выдавливать природное начало, и в этом трагизм. Трагедии Шекспира принято делить тоже на несколько групп, это вот те самые ранние ученические трагедии, трагедия, о которой я говорила, «Титандроник», трагедия «Ромео и Джульетта», которая писалась и начиналась как комедия, если вы вспомните «До смерти Меркуцио», это по сути комедия. Два влюбленных, которым, да, природа велит любить, встречаются, есть препятствия, ничего страшного, мы можем его преодолеть, но дальше что-то меняется, и Шекспир, да, пишет, пишет трагедию. «Юлий Цезарь», есть высокие, высокие трагедии, все вы их знаете, но и условно они называются римские трагедии, просто потому что они написаны на материале, это античная история. Тот жанр, который подарил Шекспир драме и театру, и вообще английской литературе, английской литературе, это исторические хроники. Более подробно мы об исторических хрониках будем говорить в следующий раз, когда мы про историю будем говорить, но античность не знала исторических хроник в театре, и это дитя 16 века, и продукт 16 века по многим, по нескольким причинам, я здесь выделила 4, но прежде всего эпоха Возрождения, она в центр ставит человека, в нашем случае историческая хроника это, как правило, монарх, авторитет истории как науки, это второй аспект, который важен, практический интерес, у нас только что, у нас только что закончилась война алой и белой розы, междоусобица, такая достаточно тяжелая для английской истории война, поэтому практический интерес и интерес к истории состоял в том, что нужно было восстановить древо, права на наследство, на титул и так далее, и вот интерес к собственной, к национальной истории, он имеет еще такой практически, прагматический даже интерес. Ну и узконациональный аспект это вопрос о престолу наследия. Вы помните историю Генриха VIII, у Елизаветы не было детей, собственно с ней начнутся, с ее кончины начнутся проблемы, которые приведут к гражданской войне, мы чуть позже об этом поговорим, то есть историческая хроника была ответом Шекспира вот на это, на время, которое он очень хорошо чувствовал, на... Да, да, ну как любой художник с большой буквы, он медиатор, он вот проводник, и видимо он почувствовал и чувствовал вот то, что нужно времени. И его 10 исторических хроник это взгляд вот туда-назад в свою личную, собственную национальную историю. То же самое вы можете спросить, делал и Марла, вы видели у него Эдуард II пьеса, тоже Эдуард II, английский король, но это принципиально разные вещи, приходите 10 июня, мы об этом поговорим. Ну, исторические хроники, просто для справки, да, вот эти 10 пьес, они делятся на две тетралогии, то есть тетра 4, это первая тетралогия посвящена войне Алой и Белой Розы, вторая тетралогия посвящена Столетней войне, и две пьесы, которые стоят отдельно, это Король Джон и Генрих VIII. Ну, еще раз об исторических хрониках мы чуть позже будем говорить. И, конечно, последние, да, его пьесы тоже гибридные, это уже не чистый жанр, да, это лирические комедии или трагикомедии, в которых категория волшебного преобладает над категорией реального, и здесь, конечно, стоит обратить внимание на последнюю пьесу Шекспира, написанную в 12-м году, это пьеса «Буря», которая, по сути, является таким творческим литературным завещанием Шекспира. И если вас интересует искусство и литература, всегда обращайте внимание на последнее произведение автора, потому что очень мало в истории произведений, которые художники не заканчивают, ну, есть Чосер, который не закончил кентерберийские рассказы, мы говорили, но Шекспир закончил «Буря» и больше ничего не написал, кроме завещания своего. Но это уже не литературный, документальный жанр. И в этой пьесе он дает человечеству небольшую надежду, но в целом она совмещает в себе и высокий трагизм, потому что, если вы помните, Проспоро возвращается на свой трон, в контексте пьесы не возвращается, но он говорит, в рамках пьесы, но говорит о том, что я вернусь, и каждая моя третья мысль будет о могиле. Я буду царствовать, все будет хорошо, но он уже готовится к смерти. Но у него есть дочь, которая никогда не видела людей до того, как силой волшебства Проспора заманил на остров героев. И когда она видит всех их, она говорит, о боже, как прекрасен человек. Ну, да, стоит ли ей, стоит ли ей не доверять, а разделять ее восторг о человеке? Эти все вопросы задает, как мне кажется, в последней своей пьесе Шекспир. Вот так вот быстро мы о нем поговорили, потому что дальше нас ждут перемены, нас ждут, по сути, период такого двухсотлетнего молчания театра, потому что после Шекспира в стране происходят такие политические, долго рвущиеся на поверхность противоречия, приводят к гражданской войне, к периоду Английской Республики, затем к протекторату Кромвеля, ну, вот все это, да, в рамках вот этого периода. И только в 60-м году монархия будет восстановлена, король Чарльз II, я помню, король II, вернется на престол. Но вот в это время, с 42-го года по 60-й, театр, в принципе, законодательно был запрещен, как все любые увеселения. Кто-то уже прозвучало здесь слово пуритания, да, вот, ничего этого нет, это все от лукавого, от дьявола нельзя. Поэтому о театре мы забываем. С восстановлением монархии театр возвращается, он уже, конечно, будет другой, и само театральное пространство будет другое, и пьесы будут другие. Но о них, я тоже вы сейчас поймете, почему говорить очень долго не буду, потому что, по сути, это, ну, ничего такого яркого в это время театр нам не дал. Это были салонные пьесы, направленные, ну, вот, на развлечения, на увеселение. И самое страшное, что произошло, ну, что могло произойти, внутри этих пьес, понятно, что всегда, да, есть поэты, которые будут, ну, как-то кусать, кусать власть. И самое страшное, что может сделать власть, это ввести цензуру. Что, собственно, и делается, и здесь, прямо вот, несколько веков у нас будет держаться эта цензура. Наверное, о цензуре, это последнее, о чем мы думаем, когда думаем об английской сцене, английской литературе и вообще, да, вот, национальном характере. Тем не менее, вот этот известный театральный акт 1737 года, он, по сути, накладывает и вводит театр в жесткие тиски, потому что каждая пьеса, которая писалась с целью постановки, она должна была быть прочитана как раз вот лордом коммергером, который был связан с тайной внутренней полицией, полиция нравов, ну, вот, да, полиция, по сути. И только в случае разрешения, в случае, если в пьесе все было хорошо, не было ничего предосудительного, направленного на монарха или что-то, что было связано с религиозным, да, с содержанием религии, тоже религиозные сюжеты, библейские сюжеты запрещались, только в том случае пьеса получала лицензию на постановку. В 1843 году этот закон, да, он еще более усиливается, тоже 19 век, и только в 68 году 20 века официально цензура была снята. И вы мне можете не поверить, вы можете сказать, да ну, ну не может такого быть. Чуть позже я вам покажу пьесу 20 века с правками цензора. И эта пьеса, ну, вот, будет для нас важной, но и она тоже, да, прошла вот этот вот ценз. Да, 1968 год. Понятно, что 18 век становится веком романа. Да, романная культура, да, романы разного жанра и разного толка. Мы об этом в следующий раз с вами поговорим. И век, 18 век просвещения стал веком романа, еще и потому, что в театре нельзя было в полной мере выразить себя. Да, и известны случаи, что многие, как многие писатели, которые, ну, в нашей культурной памяти остались как романисты, они начинали в драме, но очень быстро поняли, что не смогут воплотить весь свой потенциал и весь свой художественный талант. Поэтому 18 век не дает нам ничего в области театра. То же самое происходит и в 19 веке. Вдумайтесь, в то время, когда литература живет уже категориями глубокого психологизма, во Франции пишет Флобер, например, Идема Пассан, Гюго, английский роман и 18 века был достаточно на уровне, роман 19 века это уже реализм, разработка и проработка всех сторон жизни человека. В это время на сцене существуют три типа выразительности, каждый из которых оставляет желать лучшего. прежде всего, конечно, в каждом национальном театре существовали свои вершины. В Англии это был Шекспир, кстати, о Шекспире до середины 19 века в принципе тоже забыли. В Германии это Шиллер, во Франции это какой-нибудь Мольер, были национальные такие классики. Была, конечно, мелодрама, которая предполагает совершенно определенные тоже движения человеческой души, скажем так, и не всегда предполагает, вернее, очень редко, когда раскрывает психологию персонажа. И романтическая традиция, вот такие хорошо сделанные пьесы, Well-Made Place, которая предполагала наглядность, зрелищность, развлекательность, но зачем еще ходить в театр, чтобы красиво, чтобы не думать. То есть никакого психологизма интеллектуального на сцене не было. И, конечно, это создавало определенный парадокс, потому что эпос, проза была на уровне великих романистов, давайте сравним, Достоевский, Толстой. А в театре сплошное развлечение, водевили и мелодрамы. Понятно, что так нельзя, невозможно. Поэтому в конце 19 века, во второй половине 19 века театр переживает революцию. Она начинается тоже внутри, в национальных театрах. И вот здесь вы можете еще раз то, что я сказала, так тезисно закрепить. В европейских странах прокатывается вот такая реформа театральная изнутри, не снаружи. И каждая национальная литература, она дает, она рождает вот этого своего мастера, своего мастера новой драмы, который пишет по-другому. Конечно, начинается все с Генриха Ипсона, Морис Миттерлинг, мы знаем его по «Синей птице», но это не та вот «Птица счастья завтрашнего дня», это глубокая символистская пьеса. Гауптман, съехал Антон Павлович Чехов на нашей почве у нас творит вот эту новую драму. Все пьют чай и одновременно рушатся их жизни. Ну, вот это по сути этим, этой фразой можно выразить, да, что дала сцене новая драма. На английской сцене это будет Бернард Шоу. Большой поклонник Ипсона, страшный, лютый враг Шекспира, его просто антологически ненавидел. У него даже есть пьеса «Шекс против Шефса», в которой вот он свои претензии выражает. Но что такое новая драма? Да, вот все герои пьют чай и одновременно разрушается их жизнь. Новая драма уходит от всего того от этого убогого типа выразительности, в котором существует театр 19 века. Важно не действие, а состояние. Вот мы все сидим и пьем чай, ничего не делаем, можно ничего не делать, но действие не обязательно должно быть выражено. Новый драматический конфликт, он имперсональный, это не я и злодей, это не я и вот кто-то, кто мешает мне. Конфликт, все виноваты и никто не виноват. Вспомните любую пьесу Чехова, вот, наверное, это больше нам знакомо. Никто не виноват и все виноваты и всех жалко и никого не жалко одновременно. Он вот берет с улицы сюжет, да, он берет эту цветочницу, решает ее сделать леди, делает из нее леди, а потом она в него влюбляется и он ведь в нее, да, там все, там все, но формально, да, вот, Бернард Шоу писал совершенно о другом, да, и помните, чем заканчивается пьеса Пигмалион? Я вам сейчас расскажу. Ну, прежде всего, сейчас очень быстро, шоу восхищается Ипсоном, поэтому берет, да, и переносит на английскую почву его вот эти пьесы-дискуссии. Почему они так называются? Потому что, ну, в противовес классической, да, структуре, завязка, кульминация, развязка, Ипсон, ну, и шоу, в общем-то, предлагает другой тип, да, драматической структуры, это завязка, кульминация и дискуссия, а теперь надо поговорим. Если вы вспомните кукольный дом Ипсона, вот там, где в классической мелодраме все заканчивается, он бежит за Норой, ой, не Норой, забыла, как зовут героиня кукольного дома, он, Нора ее зовут, вот он за ней бежит, да, она вот так романтически уходит в ночь, они ссорятся, она его бросает, а потом он за ней приходит, вернись, и казалось бы, вот в мелодраме так бы все и закончилось, вернулось, и все. у Ипсона, Нора говорит, а теперь нам нужно поговорить, и вот третий акт, это становится дискуссией, глубокой, далекой от вот этой мелодраматической канвы. И пьесы, дискуссии, они делятся на три группы, и это как раз таки самоназвание, то есть это название шоу. Это неприятные пьесы, они называются так, потому что он берет и вводит темы, неприятные для викторианского общества. Дома вдовца, это трущобы, и, ну вот, социальная несправедливость, когда один, да, живет, у одного штанов сорок пар, другой по помойкам подбирается, да, говоря словами Булгакова, но это история о том, как живут трущобы, как одни наживаются на бедствиях других. Профессия миссис Уоррен, вы можете понять, да, что у нее за профессия, она содержит публичный дом. Ну, с Влакитой тоже все понятно, то есть он вводит на сцену то, что вводить на сцену нельзя, но это, да, просто как-то, это запрещенные темы, об этом никто не говорит. приятные пьесы, ну, в них ничего такого вот социально неприятного и шокирующего нету, но, тем не менее, они предлагают человеку дискуссию, пусть не вот на таком вот противоречивом материале. Ну, и пьесы для пуритан, мы опять-таки о них будем говорить в следующий раз, потому что это исторические пьесы, это пьесы, в которых Шоу обращается к истории и дает английской литературе и английской сцене новое понимание истории и взаимодействие истории и современности. О них мы поговорим в следующий раз. А теперь Пигмалион. Собственно, то, что вводит в театр Бернард Шоу, это социальная психология. И он говорит о том, что мы — это продукт социальный. Ну, к тому моменту уже написан капитал Маркса, уже существует происхождение вида Дарвина, происхождение видов, и Фрейд вовсю работает, поэтому викторианец конца рубежа 19-20 века, он крайне растерян, потому что оказывается, что он не просто, да, ну, создан по образу и подобию человека, он социальное существо, сексуальное существо, и вообще он существо, да, он животное. И Шоу говорит о том, что наша психология, она находится в рамках социального. Ну, то есть, да, мы принадлежим к определенному классу, и это задает наше поведение. И то, что нами управляет, это как раз вот этот социальный конструкт, которым мы не можем распоряжаться, мы его, ну, механизмы, да, мы, вернее, ну, этот механизм внутри нас, и мы не можем ничего с ним сделать. Так вот, пьеса «Пигмалион», в которой, ну, можно увидеть, ну, вот этот, да, такой романтический флёр, заканчивается очень хлёстко, потому что Элиза Дулиттл, которая владеет, да, прекрасным английским, она хорошо одета, она уже не цветочница, она, вот в этой сцене, с такой ссоры, да, когда она там спылила и сбрыкнула, в фильме она решается вот так, в определенном, да, ключе, а в пьесе профессор говорит ей, принеси-ка, давай-ка, завязывай, принеси-ка мне мои тапки, и она бежит за этими тапками и приносит ему тапки, да, потому что она может прекрасно владеть английским языком, то есть она может оболочку, да, свою, вот, ну, она может мимикрировать под вот этот высший класс и в языке, да, он её этому и учит, но внутри вот это вот, да, социальное наше поведение, в этом нет ничего плохого, это ни в коем случае не плохо, то есть, возвращаясь к типу персонажа, тут никто не плохой и не хороший, но она всегда будет приносить ему тапки, да, поэтому здесь у Шекспира, у шоу нету романтической подоплёки, и если она и есть, то она вводит нас в заблуждение, и потом мы, как, да, такую лёгкую пощёчину должны испытать, подождите, так это что, не любовная история? Далеко нет, это история о том, что мы все, да, сформированные социумом, и все находимся в заблуждении. Вот этот вот импульс, который задаёт Бернард Шоу в своих пьесах, вообще интересные пьесы, неприятные, о них тоже можно было бы поподробнее говорить, но, к сожалению, у нас очень мало времени. Тот импульс, который задаёт Шоу, да, вот, в его таком очень научном, теоретизирующем, теоретическом подходе к препарированию, да, человека как социальное, он будет продолжаться в одном из направлений, в одной из жизни театра английского двадцатого века уже, и домом этого нового театра, вот этого театра социального, скажем так, станет Royal Court Theater, который, с которым будет связано такое понятие, как рассерженные молодые люди, Angry Young Men, вы наверняка слышали, и это название, оно связано с пьесой Джона Осборна, которое называется Look Back in Anger, да, оглянись во гневе, и здесь обратите, пожалуйста, внимание, вот еще один важный элемент и важный аспект вообще западного театра, это то, что он не репертуарный, вот мы с вами можем, да, ну, вспомните последний раз, когда выходили, вы изучили афишу, спектакль премьера в 1900 каком-то году, ну, может быть, в 2009, но спектакль идет, да, обратите, пожалуйста, внимание, в 1956 году была эта пьеса, и шла она всего четыре недели, то есть английская, ну, и американская сцена, театр живет не репертуарно, то есть это месяц, ну, максимум два, больше вы этот спектакль не увидите, ну, никогда в жизни, есть такое понятие, как revival, если это был популярен, если это была интересная постановка, она может, ну, вот, скажем так, ожить, да, ее могут поставить еще раз, может быть, даже с другими актерами, но вот этот вот каст, вот эта труппа, вот эта сцена, она существует только, ну, в данном случае, четыре недели, и если мы вернемся с вами к Аристотелю и вспомним, да, с чего начинается поэтика, театр – это подражательное искусство, а в жизни ничего не повторяется никогда, ну, окей, там сейчас запись идет, да, нашей лекции, ее можно повторить, ее можно посмотреть, но, в принципе, вот то, что происходит, в нашей жизни, оно происходит один раз, и в этом ценность, и это, конечно, не ответ на вопрос, почему у нас репертуарный театр, а на Западе он не репертуарный, но в этом есть какая-то, вот, ну, мне кажется, какой-то метафизический ответ на вопрос, почему, да, и почему, может быть, театр должен быть таким, потому что со временем постановки могут меняться, может быть, становиться хуже, мы меняемся, а вот если это здесь и сейчас, и вот, да, всего четыре недели, то в этом есть своя прелесть, да, и жизнеподобие. Этот спектакль и эта пьеса, она очень остро социальная, ну, начиная с места действия, это небольшая, однокомнатная, это такая коморка, в которой живет молодая пара, они не женаты, но они, да, вместе, она находится, ну, выше по социальной лестнице, это upper middle class, может быть, даже чуть выше, а он позиционирует себя как рабочий класс, working class, у них есть друг, и эта пьеса, она представляет собой такой, ну, своеобразный треугольник, потому что, ну, Джимми, да, он манипулирует, он так вот играет со своей девушкой Эллисон, отец Эллисон военный, у них противоречия и, в общем, такое неоткрытый, но еле сдерживаем конфликт, да, и пьеса достаточно тяжелая, она, ну, собственно, и дала вот это название, да, рассерженные молодые люди, потому что это место, где, ну, практически нет любви, а есть только вот этот воспаленный, да, социальный конфликт, и даже если люди вместе в одной квартире, на одной сцене, он непримиримый, ну, и, собственно, пьеса об этом, кто-нибудь ее, она, по-моему, насколько я помню, был фильм, да, я вот, к сожалению, не смотрела, кто-нибудь из вас смотрел? Ну, вот, если у вас будет такая возможность, по-моему, Ричард Бартон там играет, вот, как раз в роли Джимми, и даже, скажем так, само действие на сцене, оно достаточно агрессивное, в жестах, в, ну, вот, в мизансцене, да, это вот такая сила, физическая, которая, ну, вот, в самих, в расположении и в движении героя на сцене она видна. И вот, я вам обещала показать цензуру, ну, может быть, плохо видно, но наверняка, вот, если приглядеться, вы увидите крестик, и вот те места, которые обведены, которые не могут выйти на сцену, там, если вы захотите, на на моем любимом сайте британской библиотеки есть вот эти вот, выложена эта маркировка, ну, там слова типа туалет, леватери, слова, да, такие, ну, нецензурные, ну, и все, что вот цензуру считает нецензурным, хотя, ну, не знаю, мы, мне кажется, со сцены теперь слышали, и не такое, но вот в 50-х годах, да, когда на сцену все-таки приходят, врываются вот эти вот рассерженные молодые люди, они хотят говорить не каким-то возвышенным языком, они хотят говорить о том, а, что их волнует, и б, на том языке, на котором они хотят об этом говорить, и это была целая, скажем так, плеяда драматургов, несмотря на то, что они сами себя не называли, это не самоназвание, их так назвали журналисты, но то, что есть у них общее, это вот этот вот социальный импульс, да, и разговор о социальных проблемах. Шоно Кейси, это ирландский драматург, он нам известен, может быть, нам известен, пьесой, которая поставлена на камерной сцене Театра Европы, я заканчиваю буквально несколько минут еще, извините, я должна была в восемь, но это пьеса Тень стрелка, может быть, кто-нибудь из вас смотрел, но если у нас театр репертуарный, поэтому вы вполне можете ее найти и вот исходить на нее, и чтобы понять, что такое, да, вот английский театр середины века 20-го, вот в этом его социальном движении можно посмотреть эту пьесу, она написана в середине 20-го века, но повествует о событиях гражданской войны и войны за независимость в Ирландии в начале 20-го века, и собственно весь сюжет и все это разыгрывается в одной квартире, небольшая трущоба ирландская, в которой появляется новый житель, молодой, в средних лет поэт, которого все воспринимают почему-то за борца Ира, ирландская республиканская ирландская он не говорит правды, то есть он не соглашается и не отказывается, ему нравится эта игра, он в нее вовлекается, она приводит к страшным событиям, потому что в него влюбляется молодая девушка, которая живет в этом же доме, и вот этот подлог своеобразный он приводит к тому, что в очередной облаве гибнет невинный человек, а поэт молчит. И несмотря на то, что социальные пьесы, они берут за основу все-таки какой-то болезненный общественный, катаклизм, какую-то неудовлетворенность, поскольку пишут эти пьесы художники, то для них вопрос ответственности творца, не творца, а творящего сознания, он будет очень важен. Вот где эта граница, где нужно перестать играть, например, достаточно ли просто писать, об этом как раз вот, например, тоже, ну, эту линию продолжает еще один такой рассерженный молодой человек, Арнольд Вескер, по-моему, он в 2016 году от нас ушел. Его социальные пьесы ставятся тоже до сих пор, и вот здесь, ну, я в двух слайдах собрала первую постановку и последнюю. Эта пьеса называется Roots, Корни, вообще, это будет трилогия. Эта пьеса, да, вот тоже в рамках трилогии называется Chicken Soup Chicken Soup with Barney, куриный суп с ячменем, такая очень, да, простая крестьянская еда. И все это происходит вот в одной, да, вот такой вот очень простой семье, по сути, вот за обеденным столом, да, такое очень все земное. И последняя пьеса вот в этой трилогии, это пьеса, ну, можно даже по расположению предметов понять ее название, называется The Kitchen кухня. Действие происходит на кухне большого ресторана, и это получается, да, такая, ну, своеобразная метафора и общество, да, потому что, даже не буду объяснять, и все это приводит к тому, что, вернее, конфликт на этой кухне, он разворачивается между простыми, да, ребятами, там, поварятами, теми, кто выносит, да, то есть, тот, кто становится такой своеобразной связующей звеной между кухней, там, где все готовится, и залом, который мы не видим, все будет вот здесь происходить, ну, шеф-поваром, то есть, даже внутри кухни есть своеобразная, не своеобразная, очень зримая, четкая, визуально даже, да, обозримая, потому что это униформа, одежда, все это фиксируется, вот, зрительно, и на этой кухне начинается, ну, такой, не детский, да, и, в общем-то, глубокий конфликт и противоречия, которые приводят тоже к тяжелым последствиям, насилие, которое вот зреет, тушится, да, оно к концу пьесы эскалируется и приведет к неминуемым последствиям, то есть, если вы захотите посмотреть и почитать, неуверенно, не встречала я его на нашей сцене, но пьесы можно почитать, они есть в доступе, и последнее, о чем я расскажу, хотя у меня там еще есть небольшой материал, но не успеваем, мы говорили о том, что Шекспир это величина, и, конечно, в 20 веке Шекспир переосмысляется во многом, да, есть классические постановки, да, есть, может быть, не очень классические постановки самого Шекспира, но драматурги 20 века, они вступают с Шекспиром в своеобразный диалог, вот такая дань и, с одной стороны, уважение к традиции, а с другой стороны, игра с традицией и диалог, да, с предшествующим, это очень в духе английского национального литературного характера, и Эдвард Бонд пишет пьесу с говорящим названием Лир, и вы по обложке книги, да, понимаете, что это будет, да, тяжелое чтение, я в двух словах расскажу об этой пьесе, в этой пьесе есть, так же, как у Шекспира, король, его зовут Лир, у него есть две дочери, есть Карделия, героиня, помните, да, самая, наверное, чистая героиня, да, и невинная, убиенная героиня у Шекспира, одна из самых трагических смертей, да и смерть Лира тоже трагическая, потому что он единственный герой трагедии, главный, который умирает сам, Гамлет, Макбет, Отелло, они все убиты, да, а Лир умирает сам, потому что ему больше нету места в этой жизни, и вот к Лиру обращается Эдвард Бонд, предисловие к пьесе, а он, как и Бернард Шоу, очень любит большие такие пространные, многостраничные предисловия, он пишет, я пишу о насилии так же, естественно, как Джейн Остен писала о нравах, насилие формирует наше общество, а общество одержимо насилием, и если мы откажемся от насилия, у нас нет будущего, не писать о насилии было бы безнравственно, то есть вопрос до самоцензуры, вопрос о том, о чем писать, он стоит для Бонда и проходит вообще через все его пьесы, они действительно находятся на такой границе, ну, скажем так, то, чего можно вытерпеть и то, чего вытерпеть нельзя, потому что насилие там очень графическое, в его пьесах, и это роднит его с театром насилия Антонена Арто, французского, ну, если, представляете, что это, так вот, мы на трагической ноте закончим, Лир, Бонда строит стену вокруг своего королевства, если вы помните первый акт короля Лира, Лир делит карту на три равные части, да, и, ну, дарит своеобразно их, эти части своим дочерям, здесь он возводит стену, эта стена строится уже очень долго, на ней гибнут тысячи людей, простых людей, их убивают, ну, даже за то, что они плохо строят стену, несмотря на то, что людей не хватает, тех, кто плохо работает, убивают, сестры и дочери Лира вот этого, они против того, чтобы стена возводилась, они предают отца, и, собственно, ну, все идет к тому, чтобы стену разрушить, но сестры продолжают ее возводить, Корделия в этой пьесе играет роль, ну, такой, вернее, Корделия в этой пьесе это девушка-повстанец, которая бросает вызов авторитаризму и вот этому деспотичному, да, началу Лира, но когда она получает сама власть, да, эти повстанцы побеждают, она сама обращается в такую же кровавую тиранку, и, собственно, Лир, понимая весь этот ужас, ну, прозревая, хотя, как вы видите, его лишают зрения, но он прозревает, он решает эту стену разрушить, ну, и на, собственно, на обломках, там, на строительстве этой стены он погибает, и Лир задает вопрос о том, что искоренимы ли насилие, или это часть нашей природы, ну, а ответ, пишет предисловие, насилие есть то, что нами движет, и дает ответ, ну, скажем так, безрадостный, да, и человечеству, и и Шекспиру, и Лиру, и завершу я, да, еще более громогласно, в пьеса также Джеймса Бонда, Эдварда Бонда, извините, Джеймс Бонд, это другое, называется «Бинго», и сейчас мы закольцуем все сегодняшнее, да, наше мероприятие. Главный герой этой пьесы сам Шекспир, он уже живет в Стратфорд-Наэйвен, он вернулся из Лондона, он доживает свои последние дни, и вступает в, ну, скажем так, преступный сговор, идет на компромисс, подписывает определенную бумагу, по которой он остается владельцем своей земли, а вот крестьяне, они пострадают от этого, ну, нового закона, и подписывает он эту бумагу на одном простом основании, да, он хочет сохранить свою землю. Условие такое, его не тронут, если при условии, что когда к нему придут просить за себя вот эти простые люди, он им откажет, и он эту бумагу подписывает. то есть художник идет на преступления, да, и на компромисс со своей совестью, и сохраняет свои вот такие материальные богатства, ну, и сам, собственно, умирает, но последний его жест это подпись вот на этой вот, на этом документе. да, Бонд жесток по отношению к человечеству, да, и выносит ему приговор, не давая никакого совета, не давая никакого, да, никакой надежды, но в этом особенность театра середины 20 века, вот в этом его социальном воплощении. Были другие направления, о которых мы не успеваем поговорить, и здесь вот должна я была вам сказать, но уже не буду, это Розенкрант и Гильденстерн мертвы, Томаса Стоппорда, который по-своему осмысляет Шекспира и его пьесу, в данном случае Гамлет, да, вот сам Стоппорт справа, двое актеров, Розенкрант и Гильденстерн, этот же режиссер поставил и фильм, который вы можете посмотреть, он в Венеции взял в 91 году по-моему главный приз и по его пьесе Стоппорт хорошо ставится и у нас тоже, вот в БДТ это в Станогово была его пьеса Аркадия давно, по-моему сейчас она уже ушла из репертуара и может быть он вам знаком постановкой английской фильма Анна Каренина, с Кирой Найтли, для которой Том Стоппорт пишет сценарий и если вы помните, то он вводит в пространство кино театральную сцену, потому что весь мир театр и мы в нем актеры. Субтитры создавал DimaTorzok